Библиотека. Здравствуйте. Да, работаем. Библиотека имени Дмитрия Кедрина, как и многие другие, снова открыта для жителей города. Более двух месяцев без новых прочитанных книг – это довольно большой срок для заядлых книголюбов. Поэтому после открытия наплыв мытищенцев превзошел все ожидания. Для постоянных читателей открытие библиотек стало настоящим событием. Только за первый день работы мытищенцы взяли более тысячи книг. Пока что открыли свои двери 12 мытищенских библиотек. Все они имеют отдельный вход. Это главное требование в нынешних условиях. Прием и выдача книжных изданий производится только по предварительной записи по телефону, электронной почте, либо через социальные сети. Для посещения библиотеки необходимо соблюдать строгие правила. Это обязательное ношение маски и желательно в перчатках. Мы оборудовали библиотеки защитными экранами между посетителем и сотрудником библиотеки. Так же, чтобы было не распространение инфекции. За время самоизоляции многие потянулись за новыми знаниями и эмоциями именно книгам. Ведь, как мы помним, польза чтения неоспорима. Развитие воображения, расширение кругозора, улучшение памяти и концентрации, увеличение словарного запаса. Тут только одни плюсы. У меня, допустим, бабушка очень любит читать, поэтому те книги, которые у нас дома, ей недостаточно. Она, допустим, рада, что библиотека открылась. Может, на днях приду, вот как я эти книги сдам, ей тоже что-нибудь возьму почитать. Ждали, да, когда откроется библиотек? Ой, не то слово ждали. Прямо мечтали, скорее бы, скорее бы, скорее бы. Мы читаем все трое, вот у меня сын сидит, соблюдая дистанцию. Я и жена тоже. А что берете? Ну, в основном детективный мы предпочитаем, а он по всем показаниям своих интересов юношеского возраста, молодой человек. Пока что библиотека работает только для выдачи книг, а мероприятия проводятся в режиме онлайн. Так, 12 июня состоится марафон, посвященный Дню России. А юных читателей ждут на краеведческих чтениях и викторинах. Конечно, дистанционно. Принять участие в них может любой желающий. Алла Сталаева, Андрей Капустин, Первый Матищинский.